Семейная программа для всех и каждого 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 мужа даже нету и приходилось не работать над тем чтобы она чуть-чуть по чуть-чуть научилась выделять себя и начать говорить о себе в единственном числе и это приводит к тому что человек один начинает видеть другого потому что когда только мы там есть очень много близости очень много тепла и очень много долга потому что сексуальность лежит в автономии понимаете такие духовные братья и сестры а секса нет извините не знаю можно в эфире говорить об этом или нет но практика показывает вот такая хорошо есть другая сторона медали когда молодые люди решают жить вместе они создают семью пару создают до семья появляется когда дети появляются и какое-то время они конечно же жили сами по себе по разному бывает бывает так что от мамы с папой сразу хоп в отношении и чек понятия не имеет как это быть самим собой как это кто я такой я согласна но я вам привожу примеры жизни когда девушку но можно сказать перевоспитывал уже уже муж который говорю мы 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 семья она постоянно говорила я то есть мать и наверное долго было ответственно за себя возможно да 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 так и есть так и есть но смотрите здесь же не должно быть крайностей в семье очень важно что было у каждого своя граница какая-то у каждого свои какие-то интересы кусочек места своего где человек может побыть сам собой где может поразмыслить перезагрузиться да как-то сам собой стабилизироваться потому что нервная система человека получает очень много сигналов извне и когда в семье границы размыты тогда получается что человек не может сам себя не обслуживать сам себя регулировать его нервная система вот представьте себе родился ребенок он не может пока его нервная система не может себя регулировать сама нету саморегуляции еще она подстраивается под тех под окружение которые есть естественно первые люди на кого он опирается это родители да если это так продолжается если родители очень опекаемы если с границами личными там проблемы с уважением личных границ, что всё наше, всё общее, и дела, и всё время вместе, вместе, вместе. Такой человек вырастает, он понятия не имеет, как это быть одному, и у этого бывают порой последствия, что он жутко страдает, если остаётся один, потому что он понятия не имеет, как это его нервная система, вот она ищет сразу, как антеннами, кого бы найти, подстроиться под кого, потому что человек понятия не имеет, как самому себя регулировать. И во-вторых, здесь проблема созависимости часто. И почему многие люди несчастны в отношениях, страдают от насилия, от многих вещей, но по-прежнему живут с этим человеком, потому что есть страх, что если я останусь один, я исчезну. Вот какие последствия у того, когда в семье не выстраивались границы. И это, ещё раз повторюсь, это не значит, что каждый должен жить сам по себе, это крайность. В отношениях у людей есть два важных аспекта. Близость и автономия. Вот как же очень регулярно это срегулировать, что ли? Срегулировать, договариваться, договариваться. Это изначально должно быть? После свадьбы? Нет, учиться, учиться, договариваться, обсуждать, диалог вести. Вот в том примере, в котором вы сказали. Девушка всё время я-я-я, судя по всему, она заняла позицию только автономную, а парень всё время мы-мы, я не знаю, если бы я с ними поговорила, можно было бы с ними обсудить, что это для них означает. Это может быть признак того, что он хочет, чтобы сформировалась мы, общая ячейка, а может быть признаком того, что у него не сформированы свои границы. И здесь очень важно найти вот этот баланс, найти между тем, что есть я, важность меня, каждый, если в семье будет в паре, я важна, тогда у тех людей, которые на самом деле хорошие границы, которые уважают себя, с любовью относятся к себе, они точно так же начинают видеть другого, потому что мы, это вот так закрыть глазки, обняться, мы, всё, нам так тепло, хорошо, всё, как у мамы в утробе, но оно хорошо на какое-то время, жизнь-то идёт, тогда люди не живут, а когда человек открывает глаза и решает, ага, есть я, есть какие-то мои границы, есть мои чувства, есть мои эмоции, и как их почувствовать, когда ты всё время с другими в коммуникации, ты всё время бомбардируешься сигналами извне, и порой даже не можешь понять, где моё мнение, где мои чувства, поэтому очень важно уединяться, прогуляться по улице, дома, иметь уголок, сказать своим, не трогайте меня, пожалуйста, полчаса, час, и точно так же с уважением относиться к своим близким, тогда ты начинаешь видеть своего партнёра, вот как мы сейчас сами сидим, Диана, а можно ли исправить какую-то ситуацию, вот вы немножко затронули тему зависимости, да, и именно в нашей сегодняшней теме, когда мы уважаем свои границы и другого человека, нашего партнёра, нашего мужа, детей, не забывать, но вот хочу в отношении, если вдруг есть алкоголь, либо другая какая-то зависимость, можно ли уже, если это есть, и выстраивая свои какие-то границы, уважая уже себя, можно ли каким-то образом, ну, я не знаю, справиться с этой ситуацией, возможно ли это вообще? Возможно отстроить свои границы, потому что если в семье алкогольков часто созависимость, когда вся семья, алкоголизм, это ведь как воронка, любая зависимость, как воронки, и вся семья пытается её что-то там залечить, залатать, а это невозможно, их тоже туда засасывает, и у них нету своей жизни, а есть только жизнь вот этого человека, и у детей, и у жены, и если жена это терпит, это её ответственность за то, что она не может защитить своих детей, да, но это другой вопрос, можно отстроить только себя, и таким образом, странным образом, когда ты бросаешь зависимого человека, в кавычках бросаешь, это единственный шанс для него подняться и стать на ноги, потому что тогда ты отдаёшь ответственность за его жизнь, ему, а не всё время тащишь его, его, да, и, во-первых, ты нарушаешь всё время его границы, делаешь его маленьким, а когда ты понимаешь, и что есть я, я важна, да, у меня есть такая проблема, я люблю этого человека, например, ну вот он, он пьёт, и что бы я ни делала со своей любовью, у меня ничего не получается, и здесь единственный выход, с чего начать, это, наконец, начать опять любить себя, это непросто, но это возможно, начать отстраиваться в своей границе, к своей жизни, повернуться, что есть у меня, не делать выбор, если любовь есть ещё, да, что только ему посвящать жизнь или только своей жизни, нет, нет, что он у меня есть, да, эта тема есть, она всё время будоражит, но это не вся моя жизнь, вот, и я не позволю тебе нарушать мои границы, да, ты пришёл пьяным, здесь, конечно, нужна тренировка, нужна самодисциплина, работа над собой, самовоспитание, работа над собой, чтобы не вестись на это, и так, это единственный шанс дать другому человеку возможность заняться собой, потому что он сначала будет пробовать, ну что он же привык, что его тащат, а когда его перестают тащить, человек сначала в шоке, он либо уйдёт на дно, либо поднимется. И вот это ещё границы, личные границы, да, это прекрасно, я хочу заострить внимание, что сегодня мы в контексте семьи говорим о границах, что личные границы, какое-то личное пространство бывает и у семейных людей, не только, и это обязательно. Должно быть, должно быть, и у детей должно быть. Вот вы просто прочитали мои мысли, тема детей, какая она должна быть, вот эта тема, да, я абсолютно чётко понимаю, что мы должны их отпускать, мы должны им позволять делать какие-то свои определённые ошибки, на которых они будут учиться, и уважать границы, и, ну, я не знаю, какие-то увлечения, и вообще всё, что касается детей, да, и их границ мы должны уважать. Здесь тоже нужно найти баланс. Чем старше ребёнок, тем у него должно быть больше прав и обязанностей. Это тоже к границам относится, потому что у нас очень хорошо везде говорят про права ребёнка, но как-то забывают о том, что у детей могут быть обязанности, что родители тоже люди. Да, уже, знаете, думаем по-другому. Люди, это мы с вами думаем, что родители тоже люди, и что они тоже имеют свои права. И вот если говорить о границах, если говорить о жизни ребёнка, о его увлечениях, извините, наркотики, это тоже увлечение, но здесь должны быть чёткие, ясные правила. Нужно понимать, что до 18, до 21 года, а последние исследования показывают, что и до 25 лет растянулось созревание, подростковый возраст, по сути дела, что родители отвечают за детей, и, как я уже говорила, что ребёнок рождается, он в симбиозе с мамой, у него нет границ, он пришёл в этот мир, он ничего здесь не знает, правила игры не знает, а границы — это в том числе правила игры. И здесь очень важно, с одной стороны, уважать своего ребёнка, давать ему понимать, что ты отдельная личность, что ты отдельный человек, что я здесь рядом с тобой, слушать его, но это не значит выполнять все его капризы, иначе начинаются крайности, да, есть крайности, либо вообще детей ни во что не ставят, не уважают, будешь делать то, что я сказала, и точка, потому что мы тебя породили, что за бредовая мысль, ребёнок не является собственностью родителей, это одна крайность. Вторая крайность, когда детям позволяется всё, чтобы они, все их всё, что они только не захотят, всё возможно, и тогда это другая крайность, потому что ребёнок, он теряется, он либо на голову родителям садится, творит всё, что угодно, да, либо начинает не уважать окружающие границы, анекдот есть, или реальная ситуация, не знаю, везде в интернете было, про то, как девочка в автобусе сидела, и женщина всё время ногой била её, и женщина говорит, маме, пожалуйста, скажите своему ребёнку, чтобы не делала этого, она говорит, мы воспитываем своего ребёнка по новой методике, которая, свобода всего, тогда молодой парень подошёл, достал жвачку, налепил на лоб, то ли девочке, то ли маме, и сказал, меня по этой же методике воспитывали, я хочу делать, я хочу то и делаю, это жёсткий пример, чтобы здесь было понимание, что границы нужно свои уважать, когда родители свои уважают, если ребёнок пытается в глаз тыкнуть, да, пальцем, нужно границы защищать, или вывернуть цветок, границы цветка тоже нужно защищать, но не бить по рукам, и не говорить, выйди вон, а говорить, стоп, нет, этого делать мы не будем, но я остаюсь здесь, я тебя люблю, но этого делать ты не будешь. Ну да, всё, когда экзонат, то не здорово, я скажу, совершенно верно. я тоже вспомнила хороший анекдот, играют дети во дворе, и мама одна говорит, сынуля, давай домой, что мама говорит, я есть хочу, нет, тебе холодно. это другая крайность, это другая крайность, совершенно верно, и поэтому здесь очень важно свои границы знать, и родителям нужно помнить, что правило хорошего, то оно будет правильное, что сначала есть я, самый важный человек в моей жизни, не во всей вселенной, не лучше других, а самый важный для себя я, потом идёт, и мой партнёр тоже для себя самый важный, потом идёт пара в первом браке, а потом, чем счастливее буду я, тем лучше будет нам обоим, чем счастливее будет пара, тем лучше будет нашим детям, тем больше мы можем быть примером для них, тем больше мы можем дать им, но не завалить их любовью, пытаясь свои дефициты через них закрыть, да? Но ещё вы любите психологи приводить такой пример, когда в самолёте рассказывает стюардесса, если вдруг какая-то ситуация, нештатно выйдёт, да, что нужно маме прежде всего обезопасить себя, тогда она сможет помочь своему ребёнку. Ну, это хороший пример на самом деле, я на него тоже всегда обращаю, что человек сначала должен себе одеть маску, а потом начать заботиться о всех других. Вот это очень правильный пример, потому что когда речь идёт о жизни, ты можешь всем угодно помогать, и другим не поможешь, и сам рухнешь, и то же самое может относиться к реальной жизни, не только в самолёте. Тема старших в семье, бабушки, дедушки, которые тоже частенько вмешиваются в жизнь. Любят помогать нам, да, жить порой. Или же наоборот, они отстраняются, и делайте, что хотите. Я не знаю, это крайности, некрайности. Или наоборот, когда дети, совершенно не уважая интересы старшего поколения, просто заказывают их, давай мне с ребёнком нужно посидеть, совершенно не спрашивая позволения. Помню, когда-то звонили много лет назад, когда мы ещё с Ольгой работали, звонила одна женщина, пожелая вот на эту тему. И вот это тоже всё крайности. Здесь, когда ты понимаешь важность границ, но не жёстких, не тех, которых всё, никто ко мне не проникнет, только я, я и всё, больше никого. Неправда. На самом деле, когда человек уважает свои границы, отстраивает, он уважает границы других людей. И он может говорить, что он хочет высказывать свои желания, но это не даёт ему права на моментальную реализацию его желаний. И поэтому со старшим поколением правило такое. Интересы молодой семьи должны иметь приоритет перед интересами родителей, пусть это и вызовет бунт у кого-то, но здесь нужно понимать закон жизни. Молодая семья стоит на службе у жизни. И молодая семья создана для того, чтобы передать жизнь дальше, а именно они должны заботиться о своих детях. Вот как они возвращают долг своим родителям. Заботиться о детях, и это их основная задача. И поэтому это очень неправильно ставить своих детей перед выбором, что выходные вместо того, чтобы вместе провести, укрепить как-то свои отношения. Я часто с этим сталкиваюсь, или на дачу гонят, или требуют, чтобы ты меня не любишь, сына там ставят перед выбором или дочку. И взрослые должны понимать, старшее поколение должно понимать, что таким образом они вбивают в клин в отношения своих детей. Но это много сказано. Ведь говорят, что мои родители так жили, и родители родителей так жили. Можно говорить все, что угодно. Можно разрушать семьи своих детей, либо можно взять на себя ответственность и сказать, окей, я вырастил детей, отпустил их в жизнь, и теперь я могу спросить, попросить, может, вы найдете время. Взрослые могут поколение спрашивать у молодежи, может, вы найдете время там помочь мне. Это не значит, что им тут же отказывать должны, но согласовать время, когда им будет удобно. И пойти паре в кино, это не менее важно, чем вскопать маме огород. Или посидеть с ней за покупками, или еще что-нибудь, или папе. Потому что это укрепляет отношения, это очень важная штука. И это одно. И обратная сторона медали, когда дети используют бессовестно своих родителей, посидеть с внуками и так далее. Правила хорошего тона такое. Иногда же это за радость, огромнейшая радость. Здесь должно быть уважение к тому, что они вырастили вас, и теперь вы ответственны за своих детей. И если вам хочется тоже кино сходить, детей посмотреть, это нужно обратиться с просьбой. И желательно не в последнюю минуту, мама, я тебе подкину ребенка, или звонок в дверь, и там стоят дети, привезли. Это не уважение. Желательно заранее, в каждой семье по-разному, в каждой ситуации по-разному, за день, за два, за месяц порой. Очень хороший тон, когда выстраиваются планы и смотрятся, договариваются друг с другом. И здесь любовь никуда не денется, она наоборот будет укрепляться. Наоборот, будет больше друг другу доверия, и ты будешь чувствовать, что ко мне относятся не просто вот так. Понимаете, в обе стороны. В обе стороны. И все-таки, вот подводя какой-то определенный итог нашего разговора, что важно, и как важно выстраивать границы в семье. Что нужно? Если вдруг, вот сегодня кто-то услышал нашу программу и понимает, что возможно, может быть, можно исправить какую-то ситуацию в семье, именно начиная уважать себя и, возможно, других людей. Что значит возможно? Ну, может быть, никогда не поздно начать себя воспитывать. Есть разные ситуации для нас. И воспитали никогда не поздно самому начать себя воспитывать и заняться собой. Поэтому я думаю, что вот какие-то советы, которые вы подскажете, может быть, пунктики такие, и наши слушатели смогут воспользоваться ими. Ну, мы об этом уже говорили, я уже называла их, могу повториться, что крайне важно начать себя, посмотреть на то, чтобы у вас было свое время для себя выделено какое-то. Даже если у вас дети малые, даже если вы очень заняты, все равно это крайне важно. С другой стороны, посмотреть, не отдаляюсь ли я совершенно, есть ведь люди, которые только собой занимаются, что другие тоже, их интересы важны. Вот это посмотреть, на баланс найти между своим личным временем, пространством и интересами, интересами своих близких. Учитывать и свои, и учиться этому. Диалог очень важен в паре, диалог важен с детьми, важно объяснять им, что мама тоже человек, и что я слышу тебя, я вижу, но я сейчас займусь тем-то и тем-то, вот через полчаса, и когда дети маленькие, можно на часах показать, где стрелочка будет, я обязательно посмотреть в глаза, очень важно, я обязательно уделю тебе внимание, но не сейчас, сейчас мы этого делать не будем. И иногда свои границы нужно и с детьми так отстаивать. Чётко, ясно. Потому что если ребёнок бунтует, а мама посадится к нему, у меня одна девочка рассказывала, няня работала, у нас же очень модно, на одном уровне с ребёнком, сесть и начать ему сюсюкать, он тебе в глаз даст, и всё. И тогда гнев. Здесь есть ситуация, где взрослый должен взять в свои руки контроль, и сказать ребёнку, нет, этого мы делать сейчас не будем. Сейчас время для меня, или сейчас время с папой у нас. Или вот у меня мама одна рассказывала, когда она детей спать укладывала, они всё ноют, ноют, там полчаса почитал книжку или что. А они заранее детям объяснили, что вот мы полчаса или 40 минут с вами, засыпаете вы в это время или нет, это уже ваше дело. Мы читаем вам сказки, там книги, а потом нам нужно время для нас. И они там начали ныть, на склонение, дети, вот посмотрите, я вам уделила 40 минут, а теперь время для меня с папой. Всё, мы пойдём вместе смотреть кино, разговаривать, всё, что угодно общаться. Вот такие маленькие вещи очень полезны и очень важны. Дякую, Вяреки, за сегодняшнюю размову, за то, что пришли до нас у гостей. Это была психолог Диана Комлыч, но я, Татьяна Гулейко, развитываюсь. Уважайте себе и инших людей.